Я не верю в талант. У меня до 16 лет не было нормального компьютера. Камеру я взял у дедушки. Я смотрел на людей с айфонами, как вот другой лайфстайл. Как тебе работает с Моргенштерном? Звучит ужасно. И мы просто как дебил вот так трясем головами. Расскажи про вашу историю с Тимати. Позже вскроется, почему я это захотел, и как бы будет панчлайн всей этой истории. 50 лучших песен Михаила Круга. Мой любимый плейлист. Ты сможешь нам 10 секунд сделать музычки? Окей. Forbes Digest. Здравствуйте, друзья. Это Forbes Digest. И сегодня у нас в гостях, наверное, один из самых известных на данный момент российских битмейкеров. Слава, что ты сделал? К тебе так все обращаются? Да. Подходят на улицы и спрашивают, что я сделал. И как тебе? Как тебе, Слава? Не знаю, что им ответить. Я до сих пор не понял, как бы. Вот. Почему ты сегодня так выглядишь? Очки, панамка? Что это у тебя? После рейла какого-то? Нет, я просто ночь не спал. Я думал, что мне здесь стоит сказать. И я так долго об этом думал, что не спал всю ночь. Чему ты сейчас пришел, мы видим. А с чего ты начинал, мы можем прочитать в интернете, но в принципе непонятно, там, из какой ты семьи. Мы знаем, что ты из Новосибирска переехал в Санкт-Петербург. Были ли у тебя какие-то вводные для того, чтобы стартануть в именно музыкальном направлении? У тебя есть музыкальное образование, насколько я знаю. Обязательно ли это было или нет? Интересно. Слушай, ну я думаю, что семья мне очень помогла с этим. Но не в том плане, что за меня платили деньги и меня продюсировали как проект. Типа нет, абсолютно не так. В моем доме, в моей семье с детства слушали музыку самую разную. Я постоянно слышал разную музыку. И спасибо за это маме и папе. И как-то подсознательно я привыкал к этому. Я вслушивался, мне начинало нравиться. И мне кажется, что в том числе благодаря этому я связал свою жизнь с музыкой. Мама потом, когда начала замечать, что у меня что-то выходит, что мне нравится музыка, она отдала меня в музыкалку по классу фортепиано. Так я проучился 6 или 7 лет. Потом еще немножко поучился на саксофоне. И потом начинается немножко другая ветвь развития в сторону Ютуба. На Ютубе я, получается, уже 4 года. И я даже не знаю, как подсчитать правильно капитал, но все, что нужно было для того, чтобы ворваться на Ютуб, это какой-то компьютер и камера. И все. Камеру я взял у дедушки, компьютер мы копили всей семьей. Короче, у меня до 16 лет не было нормального компьютера. И я попросил очень долго и очень упорно просил семью мне собрать какой-то компик. И вроде мы договорились, я закончил хорошо год. Типа, ну знаешь, вот это... Четверки-петверки. Да, закончишь хорошо год, подарим тебе. И я заканчиваю, и тут кризис, короче. Ну, я имею в виду, что с валютой вот эта фигня начинается. Она в 2014 год. В 2014 год, да. И та сборка, которую я хотел, я уже не могу себе позволить. Это затягивается еще на несколько лет. И вот только в 2016 году там всеобщими усилиями мы дособираем этот компьютер. И с этого начинается уже какая-то основная тема. Ты окончил музыкальную школу по классу фортепиано и саксофона. Скажи, это обязательно, чтобы заниматься музыкой и писать биты? Ты, по сути, ты все делаешь в программах. Тебе это помогает сейчас? Или это была трата времени? Я не могу сказать, что это была трата времени, но я и не могу сказать, что это обязательно. Что-то между. Я, ну, типа, почерпнул какие-то знания необходимые, которые бывают полезными. Да, в целом какую-то нотную грамотность. Мне очень нравилось сальфежио в музыкальной школе. Я умею играть на фортепиано вживую. Типа, это круто. Это полезный навык. Вот. Но что бы обязательно? Думаю, нет. У меня есть огромное количество ребят, которые делают крутые биты при этом. У них нет музыкального образования. Многие из них самоучки. Типа, в этом плане. И это классно. Поэтому любой может начать делать музыку. И это вообще... То есть для того, чтобы делать рэп-музыку, биты, вообще музыкальное образование не нужно? Да, почему нет. В сети есть несколько видео, где ты демонстрируешь свою первую машину. Надо сказать, очень крутая для первой тачки. Мерседес SLK зеленого цвета. Как она жужжит. Заработал музыкой? Да. Расскажи нам свою структуру доходов. Сколько тебе приносит YouTube-канал, битмейкерство, музыка, партнерство с Элишером? Слушай, там вообще много факторов было. Очень много, чем я занимался. В общем-то, это YouTube-канал, конечно, который монетизируется. У него есть партнерская программа. То есть канал подключен к партнерской сети. Мне капают какие-то денежки. Помимо этого у меня есть реклама, в конце концов, на канале. И я еще занимаюсь написанием битов. То есть индивидуальное продюсирование. Этим я начал заниматься только в Москве. Когда здесь появились люди, которые услышали то, что я делаю. Такие, да, напиши мне. Это очень круто. Помимо этого я еще веду свой курс по битмейкингу. Который тоже мне определенную денежку приносит. И, конечно, с Элишером. Это безумно важно. Все, что мы с ним делаем, я получаю 30% от этого. Да, с**, новый автомат. С**, мы палим города. И вот, собственно, с вот этой суммой всей, с какой-то ее части, я приобрел, собственно, всю машину первую. Сколько она стоила? Два миллиона. Два миллиона рублей? Миллион девятьсот где-то тогда. Это твоя тачка, да? Да, моя машина. Когда ты купил? Два или три месяца назад. Слушай, зачем тебе спорткар? Ты все время на студии работаешь. Тем более, не знаю, есть ли у тебя права или нет? Нет еще. Пока нет прав? То есть у тебя водитель здесь за кадром? Да, да. Я сдаю на права сейчас. А зачем это? Это какая-то дань тому старому рэпу, где были крутые машины, крутые дома? Нет, это просто кабриолет. Я подумал, что обычно первую машину покупают... Чтобы бить. Да, чтобы бить недорогую. А я, опа, взял себе максимально непрактичный вариант. Ну, это же машина для эмоций. Каждый раз, когда я на ней выезжаю с открытым верхом, это эмоции. Вот эта молодость, которой у многих не было, о которой многие мечтали. Тебе 20, и ты едешь с открытым верхом на красивой машине. Сколько раз в неделю ты на ней ездишь? Я знаю, что ты очень много работаешь дома. Сколько эмоций ты от нее получаешь? Как бы окупилось ли это или нет? Сто процентов. Двести процентов. Каждый день я на ней езжу. Но она не новая, да, эта бэушка? Да, она четырнадцатого года. Я, собственно, сделал выбор. Я увидел эту машину, я влюбился в нее и до сих пор не пожалел. И каждый раз, когда я ее вижу, я думаю, блин, это мое. С каким чувством ты пересматриваешь свои первые клипы? Король снэпчата. Донат. Не нужен хайп, хайп, не нужен донат. Кидай мелочи, отбавляй мне доллар, доллар. Там совсем вообще ребенок. Хорошее время, хорошее время. Знаешь, многие люди стыдятся этого. Ну, типа мелкие там, знаешь, кринж прям конкретный. Но это часть моего пути. Типа отказываться от этого бессмысленно. Я могу в любой момент посмотреть на себя или любой другой человек посмотреть на этого маленького засранца в девятом классе с крашеной челочкой. Такое, ну, миленькое. Не знаю, часть пути. У меня нет стыда по поводу этого. Ты переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург, а сейчас переехал в Москву. Скажи, в России это обязательно переезжать из родного города в мегаполе, чтобы добиться успеха? Я не хотел переезжать вообще. Я хотел остаться в Новосибирске, по-моему, в Барнаул поступить на заочку куда-то, на звукоинженера. И раз в полгода туда приезжать, сдавать экзамены и сидеть на попе в Новосибирске. Я не хотел покидать свой родной дом абсолютно. Но так получилось, что мой одноклассник и близкий друг Игорь, он постоянно искал приключения на свою задницу и в течение полугода или года постоянно говорил мне, поехали в Питер, там попробуем поступить. И в последний день перед тем, как надо было лететь, я подумал, ну да, да, ладно, хорошо, давай попробуем. И так получилось, что поступил и переехал туда, собственно. Что для тебя тикток? Новый способ делиться забавным контентом на разные темы. Ты свои треки там максимально эффективно продвигал? Вот так могу вот эту песню? Ну это был челлендж изначально для тиктока, мне было интересно, смогу ли... Во-первых, мне действительно очень хотелось, чтобы со мной просто потанцевали подписчики, вот. Ну правда, потому что мне понравилось танцевать, я подумал, вау, классно, сейчас сделаю трек и буду сам под него танцевать, форсить это и подписчики будут под это танцевать. Типа маленький флешмоб своеобразный. А в итоге он вот так сильно залетел, и я понял, что... И даже он... Ты мог зайти в Apple Music, и там в популярных запросах трек TikTok Challenge несколько раз вылазил. То есть настолько много человек в России его искало, что это было сравнимо с каким-нибудь треком какого-нибудь исполнителя полноценным. Хотя это 15-секундный кусочек отрывок трека. Челлендж. Я думаю, что... Я не знаю, какое у него будущее, я знаю, что в США сейчас банят эту платформу. Но в любом случае ВК и Инстаграм сейчас делают то же самое, что сделал TikTok. Как в свое время Инстаграм перенял истории у Snapchat, также сейчас, наверное, Инстаграм сделает внутренний TikTok, и, возможно, все к этому привыкнут, и уже ни для кого это не будет чем-то суперновым вау. Думаю, вполне имеет право прижиться. Сколько стоит купить у тебя бит? Мы совсем не знакомы с этим рынком. Есть ли он в России вообще этот рынок? Да, есть, но он, типа, не публичный. Это как бы что-то вроде Сарафанова радио. У меня расценки от 150 тысяч до 300 за инструментал. Это, то есть... Лично от меня вот сидит рядом человек, он мне рассказывает, что он хочет, я ему пишу. Я посмотрел вписку с Алишером, и мне показалось, что мы чем-то похожи. Чувак, где ты живешь? Мне кажется, нам нужно работать вместе. Гений. Даю год, звезда. Как тебе работает со Сморгенштерном? Со стороны выглядит так, что он панк, хулиган, а ты прилежный, приличный мальчик, трудяга. И в комментах люди любят писать, что вот на нем-то, на этом мальчике Моргенштерн выезжает. То есть у тебя такая репутация хорошего, трудолюбивого парня в тени рок-звезды. Ты пытаешься от этого избавиться? И все ли я верно процитировал, или все на самом деле по-другому? Я не могу сказать, что я тихий. Я просто, ну не знаю, не ругаюсь публично, я не ругаюсь в треках, я не такой экспрессивный, как Элишер. У меня нет татуировок на лице. Мне отлично работает со Сэлишером. Это единственный артист, который сможет раскрыть потенциал инструментала на 100% и продолжить идею. Типа на одной волне. Это очень круто. Вы живете вместе? Да, мы все вместе живем. И вот с Андрюхой Моторола-шефом, да. А почему так? Это какая-то модель тиктокерских домов, которые сейчас популярны? О, нет, это вообще не отсюда. Нет. Просто классно, когда есть какие-то свои ребята, с которыми тебе комфортно проводить время. Вы вместе пишете музыку, играете в приставку. Это какая-то типа даже американская модель, знаешь, трэп-хаус какой-то, когда просто чуваки вместе зависают, пишут ему зло и радуются жизни. Кто платит за аренду? Я и Элишер. То есть вы пополам его делите. А сколько он стоит в аренду? По-моему, 250 тысяч. Слав, а кто твои родители по профессии? Расскажи. Ну, мама у меня психолог, музыкант. Она много чем занимается. Рисует, куклы шьет, играет на фортепиано, учит иностранные языки. Она большой молодец. А психолог или психотерапевт? Психотерапевт. А ваше творчество с Элишером, она разбиралась с психотерапевтической точки зрения? Ну, она что-то, ну да, она высказывалась про это. И как? Ну, мне кажется, не то. Мне кажется, не то. Ну, наверное, потому что она за меня переживает просто. Вот, потому что Элишер ужасный дядька с татуировками. А со стороны посмотришь, просто ужас. Который матерится, да. А вы видели вот этот клип, называется «Пососи»? Вы вообще видели это? Конечно, мы видели, да. Не показывайте это детям. Хотя, не знаю. Я думаю, она сейчас выкупает этот прикол весь. То есть она думает, что ты связался с каким-то непонятным? Нет, все нормально. А изначально? А я попросил их встретиться. Да, ну, ты познакомил маму с Элишером? Да. Потому что она начала переживать? Ну, да, она отпускает меня в Москву с незнакомым ей человеком. А Элишер как бы, ну, берет обязанность некоторую на себя. Что со мной все, ок, будет здесь. Поэтому спасибо ему. Элишер очень помог мне. И что, как у них с мамой прошло знакомство? Что они делали? Рэп писали или чай пили? Пили чай. Напряженно. Просто разные люди. Из разных времен. С разными абсолютно взглядами на жизнь. Вот и все. Ну что же, уважаемый Тимур Ильдарович, мы ждем вас в гости в нашем трэп-доме, чтобы сделать для вас главный хит вашей карьеры. Потому что песни песнями, да, там мы все слышали, классно, молодец. Вы большой молодец, конечно, но время громких хитов. Тимур, приезжай к нам, и я спродюсирую тебе трек вместе с Элишером. Второе. Мы даем гарантию, что твой трек послушают очень много человек. Но каким способом мы этого добьемся? Тайна. Третье. Трек с моим продакшеном должен выйти без каких-либо правок в инструментале. Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок и поправок в произведение. Раз уж ты так нагло обратился к старику. Но в свою очередь у меня тоже есть условия. Я вас двух сниму в клипе на эту песню так, как я хочу. И вы не сможете внести ни одну поправку в сценарий этого клипа. Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу. Девочки, вы готовы? Я еду к вам. Расскажи про вашу историю с Тимоти. Как он тебе, она продвинулась? Пишите ли вы песню? Ждать ли нам ее или все обломалось, когда он выдвинул вам условия свои? Пишу, потихонечку бит. Думаю, что Тимоти классного скинуть. Вот так. Ты с ним познакомился? Да. Как он тебе? Отличный чувак. Он... Я политичен, смотрите. Он не произвел на тебя впечатление такого звездного, недоступного? Нет. Не было ли взгляда сверху вниз? Он очень приятный... Обычный мужик. Семьянин. Очень приятный, интеллигентный. Как вы с ним встретились? Где это было? Ну, это секрет. Это секрет? Да, я не могу про это все рассказывать. А вы на коммерческой основе с ним сотрудничаете? В плане. Ну, то есть он вам заплатил за то, чтобы вы с ним поработали? Нет. Нет. Это... Это моя мечта. И, в общем, позже вскроется, почему я это захотел. И как бы будет панчлайн всей этой истории. Вот. Никто не платил. Это никакая не постанова. Это просто моя детская шалость. И все. Он на Blackstar тебя не зазывал? Нет. А ты вообще видишь в этом смысл сейчас в музыкальных лейблах, вот в такой структуре бизнеса? Или тебе он тоже не близка, как и Лишеру? Я не знаю. Мне сложно работать с компаниями, наверное. В 21 веке, мне кажется, в наше время, ты можешь сам себя продвинуть без всяких лейблов. Единственное, кто тебе нужен, это дистрибьютор хороший. И все. А лейбл, подписывать контракты, это не надо. Брать авансы, и вот это... Это мне... Вообще не моя тема. То есть ты не мечтаешь там построить какую-то собственную империю славы Мэрролу, нет? Звучит ужасно, если честно. Я бы хотел в музыке продвинуться. А других людей мне продюсировать не очень интересно. Разве что за деньги. Ну, как бы кто угодно сейчас сам сможет написать себе крутой трек и стрельнуть, если он захочет. Вот. Для этого нужен талант? Я не верю в талант. Почему? Что это за заявление? Мне кажется, есть предрасположенность. Но, мне кажется, это странно. Тыкать на человека пальцем и говорить, вот у этого человека есть талант, он сможет там добиться чего-то музыки, а этот не сможет. Мне кажется, есть предрасположенность какая-то. Но талант не то слово. Сколько сейчас стоит реклама на твоем YouTube-канале? От 300 тысяч до миллиона, по-моему. И сколько у тебя уже было интеграции рекламных? Я не считал. Ну, то есть это больше 20, как ты думаешь? Я думаю, меньше. Меньше 20, то есть не так много интеграций. Когда ты заработал свой первый миллион? Когда... Первый месяц, когда я приехал в Москву, я сделал курс по битмейкингу и начал продвигать его везде, где можно. У себя в роликах, на стриме, там, где мы писали альбом за неделю. Вот. Ваша совместная работа «Кадиллак» уже несколько месяцев в топ-5 российского iTunes. Какое-то время, наверное, месяц была номером один. За сколько времени он был написан? Как тебе работать с Элджеем? Расскажи вообще эту историю с твоей точки зрения. Мы стояли на кухне с Алишером на первом этаже. Трэп дома. И я поймал какой-то мотив у себя в голове. Говорю, типа, пойдем в студийку, набросим что-то. Начали набрасывать, развивать эту тему. Я взял за основу бас, за основу главной мелодии. И мы развиваем, развиваем. И поняли, что вот, вот оно, вот. Типа там сырой материал, ужасно звучит, но вот оно. Это первая версия бита «Кадиллака». И мы просто, как дебил, вот так трясем головами и думаем, что, воу, чувак, это так круто. И все, у Алишера появилась первая версия бита. И я четыре дня, реально, я очень ждал, что он запишет на него. Мне было очень интересно, как он будет развивать этот бит. С LGM, ну, он записывался у себя дома, Алишер у себя дома. И я познакомился с Лешей. Начнем с того, что мы из одного города. Я знаком с его братом очень давно. И Лешу очень давно слушаю его треки. Он классный. Современная музыка, на твой взгляд, это фастфуд. Вот мы пока с тобой шли на это интервью. Ты мне показывал, что слушал Михаила Круга, да? Ну да, Михаил Круг топ. Михаил Круг – это фастфуд? Наверное, нет. Нет, нет. А вот то, что сейчас происходит в музыке, это фастфуд? Я думаю, да. Мне кажется, так и надо, что это правильно. На данный момент. На данный момент эволюции музыки. Пускай она будет быстро приходить и быстро уходить. А ты слышишь что-нибудь из старого, кроме Круга? Чем ты вдохновляешься? О, я очень много музыки слышу. Джода Сен, например. Стинг. Битлы – это понятно. Да, я еще что-нибудь припомню, интересно. Стинг Шейпов Май Харт или что-то? Нет, не только ремикс Джус Воррелда на эту песню, нет. Я имею в виду все, что у него есть. И чуть-чуть интересное сказать такое. Слушай, да, я даже в медиатеку зайду. Давай. Андрей Абачелли. Вот, кстати. Из чего-то интересного. Михаил Круг, само собой. Поперный там. А мы-то с тобою, Маруся, а мы-то с тобою куда? Никуда! А у Круга что? Владимирский Централ или тоже там «Жиган Лимон»? 50 лучших песен Михаила Круга. Мой любимый плейлист. Все заслушанные? Все заслушанные. Мы мимо Твери проезжали и постоянно включали этот плейлист. Петр Налич. Вот так. И это все сочетается с современной музыкой. Это очень странно. Высшее образование ты получил? Нет. То есть университет ты бросил? Академ. Академ. У тебя академ до следующего года? Да. И как ощущение? Вернешься из академа? Мне так нравится жить. То есть, скорее всего, ты учебу бросил? Я не могу наверняка сказать да или нет, но просто я почувствовал себя таким свободным, когда начал сам отвечать за свои поступки, когда сам начал распределять свое время. Ну, знаешь, целиком, куда себя посвящать, чем заниматься. Мне понравился первый курс в университете. То есть, ты прям ходил на пары, посещал? Прогуливал иногда. Но я ходил на то, что мне интересно, по-настоящему. Я же на продюсера поступил. Вот. И получил некоторые опыты и знакомства, и было очень интересно. Но сейчас бы я не хотел возвращаться. Сейчас, на данный момент. Я не знаю, что я скажу через полгода, когда мне надо будет возвращаться. Какое место в твоей жизни занимают деньги? Никакое. Они для тебя вообще не важны? Я бы хотел квартиру в Москве, скажем так. Но это не самое главное в моей жизни. Меня не растили акулой. Вот. Я никогда не гнался за этим. Типа, у меня была музыка, мне ее хватало. Главное, чтобы я мог хорошо кушать, ходить в какие-нибудь ресторанчики. Ну, так, чтобы нормально было, но мне не надо каких-то супер богатств. То есть, ты не откладываешь, ты все тратишь? Ну, благо, есть куда. У меня семья есть. Ты родителям помогаешь? Да, очень-очень круто помогаю. На мой взгляд. И оборудование. А, ты, получается, реинвестируешь собственное оборудование? Да, я же на себя работаю, конечно. Это же... Я всю жизнь по оборудованию, у меня же не было его никогда. Здесь, короче, стены нарастили. Вот настолько. Сколько сейчас твоя студия стоит? Слушай, ну, я не знаю, наверное, миллиона, полтора за все, около двух, где-то так. Но это за много лет все вместе. А родителям как помогаешь? Просто отсылаешь деньги им или как? Да, но я вот маму хочу в Москву перевезти сейчас. Когда я был во втором классе, я учился в гимназии. И у меня была одноклассница, у которой был на тот момент, по-моему, айфон 3G. О, это вообще круто было. За облачь-то круто, космос был какой-то. Да, она показывала, как она тыкает по муравьям. И она тыкала просто в экран, и у меня плавились мозги. Я думал, как она это делает. И я хочу себе такой же. Но понятно, что мне никто такой же не купит. У меня еще, по-моему, года два не было телефона. И прошло время, я уже был в классе шестом, седьмом, восьмом. У меня все не было айфона. Это была, знаешь, как моя мечта. Я смотрел на людей с айфонами, как вот другой лайфстайл. Они просыпаются от приятного звукобудильника. Смотрите, у меня есть телеграм, ничего не глючит. О да, яблоко. Нет, абсолютно серьезно, я к этому так относился. И вот недавно я купил себе последний айфон. В 20 лет? Да. То есть ты купил, то есть ты уже сделал кучу хитов. У тебя миллионы просмотров, у тебя появился первый айфон в 20 лет. Да. Ну, в смысле, в 20 лет я и сделал вот эти биты все и так далее. Поэтому айфон классно, у меня их два. Вот так я справляюсь со своими комплексами. Ты сейчас легко вот просто тратишь деньги на все, чего у тебя раньше не было, да? Если сейчас ко мне придут и скажут, отдавай все свои деньги, я отдам. Кто придет? Не знаю. ФСБ? Господь. И это интервью у журнала Forbes. Мы говорим про деньги. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok